Давайте, мы продолжаем. Мы приглашаем на эту сцену. Кто вообще любит байки? Есть салли? А есть салли-байкеры? А кто знает, что этот человек является байкером? Я знаю. А кто это? Скажите, как его зовут? Это наш руководитель. Очень хороший человек, которого лично я очень уважаю. И я очень рад, что мы познакомились когда-то в Форевер. Это генеральный директор Форевер Украина, человек с большим сердцем, Алексей Емельянов. Большинство решений имеют незначительные последствия, другие более важные. А некоторые решения способны полностью изменить наши жизни. Навсегда. Мы не всегда сознаем важность этих решений. И лишь взглядываясь назад, мы с удивлением понимаем, насколько меняется наша жизнь. От одного взгляда, одной идеи или храбрости начать действовать. Эти важнейшие решения формируют и нас, определяют наши дни, наши доходы, наше окружение. Мы видим, как другие люди пользуются большей свободой, располагают большим временем, большим контролем над своей жизнью. И мы задумываемся, «А почему не я?» «Могу ли я изменить свою жизнь?» Каждый миг таит в себе массу возможностей. Каждое решение открывает одно из них. Когда мы дерзаем и надеемся, когда мы раскрываем сердца для новых возможностей и лучшего будущего, когда смотрим на жизнь новыми глазами, мы вновь и вновь удивляемся тому, как наши жизни будут отмениться навсегда. В один миг, одним решением. А вы готовы к переменам? А ваш миг уже наступил? Да, я... Очень хороший фильм, вы знаете, он будет связан с тем, что дальше буду говорить. Знаете, есть... У всех есть недостатки. Кто-то байкер. Да, у меня есть в зале один человек, который мне очень дорог, который знает очень много моих недостатков. Как вы думаете, кто это? Жена. Жена. Она знает долгий список вещей, которые являются недостатками. Да? Я правда, дорогая? А скажите, у кого недостатков нет? Есть такие люди? Есть. А вот у лидеров есть недостатки или нет? Есть. Есть, да? А недостатки это что? Это хорошо или нормально? Я думаю, с этим продолжите дальше. Просто вопрос, какие недостатки? Что мы хотим? И Рекс рассказал... Грег рассказал очень интересную презентацию, которая будет открывать чуть-чуть вот мир. Что такое лидерство? Прочтите этот цитат. Насящие лидеры не создают последователей, они создают новых лидеров. Если мы сейчас будем говорить о наших последователях. Кого мы хотим видеть в бизнесе? Мы хотим видеть в бизнесе лидеров, которые будут дальше продуцировать новых людей, которые будут передавать те идеи, которые дает нам наш спонсор и которые смогут увеличить наш бизнес. Они должны быть кто? Они должны быть лучше, чем мы. Боимся мы этого или нет? Нет. Мы этого хотим. Поэтому наша задача не бояться выпускать в жизнь и дарить идеи, помогать тем людям, которые могут стать лучше, чем мы. Мы же хотим, чтобы наши дети были лучше, чем их родители. Я очень хочу. И поэтому вот качество лидера, когда он готов сделать так, чтобы его первая линия, вторая линия, у них было все для того, чтобы он стал еще более успешным, это замечательно. Потому что таким образом он станет еще более успешным. Это первое качество лидера. Мы его запомним. Успех. Люди, которые хотят быть успешными, они сидят на месте, они встают и начинают действовать. В этом бизнесе это ключевой момент. Если мы все знаем, все умеем и не будем делать, а что значит действовать? Вот как вы понимаете действовать? Первая вещь – это просто делиться с людьми. То есть вы должны иметь какие-то контакты, не бояться их. И вот вы готовы вступить в контакты и рассказать об этом бизнес-возможности. Отнеситесь к этому как еще, к этому главному условию, для того, чтобы вы стали успешными лидерами в этом бизнесе. Доброта. Доброта ничего не стоит, и вовсюду ни одно доброе дело не бывает напрасным. Мы уникальны в бизнесе. Мы должны делать добро другим людям, для того, чтобы нам было хорошо. Тут возникает очень интересный принцип. Знаете, вот жесткий отбор, естественный, который происходит в природе, вот вам сейчас должно быть хорошо, если только в том случае, если вы сделаете хорошо свои первые линии. Если вы поможете человеку, который входит в ваш бизнес, стать лучше, стать добрее, стать способнее, и это будет идти вам на пользу. Ни в одном другом бизнесе традиционном этого нет. Всегда идет конкуренция. Либо вы, либо вас. Либо вы получаете место наверху, либо кто-то другой. Либо вы на рынке выгрызаете себе свою какую-то долю рынка, либо кто-то. У нас этого нет. Мы завязаны в одной команде. Если хорошо, наши первые линии, хорошо нам. Хорошо нам может быть только тогда, когда будет хорошо линии. Поэтому этот принцип, дари людям то, что ты получил от своего спонсора, или от спонсора спонсора, или не получил, но ты простил всех за это, и нашел путь к тому, чтобы сделать это, это уже ваш собственный путь и ваше творчество. Поэтому это важнейший принцип успеха в нашем бизнесе и построении лидерства. Достижения. Если вы настойчивы, вы своего добьетесь. Если вы последовательны, вы это сохраните. Две вещи. Когда мы говорим о спонсировании и удержании, это почти то же самое. Если мы говорим, попробуй это сделать, вот если я возьму сейчас, там вам ручку скажу, попробуй ее взять. Что вы сделаете? Вы ее возьмете. Вы не попробовали, вы ее взяли. Поэтому действуйте и добивайтесь успеха. И если мы последовательны, мы это сделаем. Прошлое, наш урок, настоящее, то, что у нас есть, наш подарок, будущее, ваша мотивация. Скажите, у кого есть мотивация, у кого есть цели, у кого есть мечта в жизни. Не такая мечта, которая, вот знаете, просто мечта должна быть у каждого. Смотрите, руку честно, кто когда-либо писал свою мечту и у кого были трудности, чтобы написать, что же это такое, главное. А были моменты, когда вы должны написать пять разных своих целей или мечты, таких важных, а потом из них выбрать две. Как это трудно делать? Представляете, у вас есть пять, вы уже наметили, все, это должно все быть, а потом надо сделать две из трех. А потом из двух сделать одну. И вы реально понимаете, что вами движет. То есть это не пять вещей, это движет, может быть, одна, может быть, две, но это главные вещи в вашей жизни. И когда вы их находите, вы понимаете, что это является вашим внутренним двигателем. Иногда мы очень надо много времени с самим собой или со своим партнером потратить время, чтобы понять, что движет человека. И будете слушать, уделите этому времени, послушайте и попробуйте понять, что подвижет человека. Если мы перейдем к маркетингу пламу и не узнаем, что им движет, что же ему действительно надо и не сможем это подать правильно с этой стороны, мы до него не достучимся. можно лучше оттянуть момент входа, но это путь обязательный для того, чтобы достучаться до каждого встречи на вами человека, чтобы вы могли ему дать что-то ценное. Будьте голосом, а не отголоском. Мы все личности, мы не боимся быть искренними, мы хотим чего-то, и мы можем делать ошибки, это нормально. Мы можем их исправлять, мы можем об этом говорить. Будьте честны сами с собой, действуйте, как вы, действуйте, потому что только вы творцы вашей жизни. Вы ее делаете, как вы хотите, вы двигаете свои мечты, и это здорово. Поэтому не бойтесь, будьте оригинальными и на этом пути. Принципиальность. Рекс говорит все время о принципиальности, в компании нет вещей, которые компания должна сделать шоткат. Шоткат по-английски это сократить путь. Вот что-то можно, знаете, вот можно идти правильно вот по дорожкам, а можно пройти через газон какой-то, вот так вот. Знаете, да, ты идешь быстрее, срежешь угол, компания это неприемлемо. То есть есть путь, по которому надо идти, он прописан в правилах компании. Поэтому мы действуем. Есть моменты, есть трудности, есть вещи, которые хочется срезать, хочется быстрее дойти, что-то сделать, но эти правила не для того, чтобы в компании было хорошо или плохо. Эти правила для того, чтобы защитить вас, предпринимателей Forever на этом пути, для того, чтобы вы были защищены и ваш бизнес был защитой от того, что вы делаете. Без этого правил игры не будет, ну, правила должны быть. Поэтому принципиальная честность ваша перед самим собой, компания перед вами и перед самим собой это наша взаимная договоренность и то, что происходит на рынке, это наша общая ответственность. Только мы и только вы ответственны за это. Настойчивость. Есть комфортная зона. Кто уже попадал в комфортную зону? Скажите, кто был в ней, кто сейчас в ней? Так, руки вверх, вниз. Кому сейчас хорошо? Ага, да, а кому было еще и вчера хорошо и так, знаете, да, и завтра может быть хорошо, да, или нам кажется, что нам хорошо, может, мы довольствуемся тем, что есть сейчас? Это очень опасно. В момент, если мы хотим чего-то, не бойтесь ставить большие цели, они нам помогают их достигать. Настойчивость это то, что нам надо для того, что мы были лидерами, достигали успеха, об этом говорил Грег, это заложено принципом компании, ценностей, о которых Рекс тоже говорил в свое время. Когда вы меняете свой взгляд на вещи, вещи, на которые вы смотрите, меняются. Ну, все субъективно, наверное, мы можем говорить о каких-то вещах, но в принципе у каждого человека своя правда, у каждого свой взгляд на вещи, но в чем-то мы едины, и в чем-то мы непреклонны. Поэтому ваша принципиальность, которая выражается в отношении к вещам и к бизнесу, и к поступкам, и к тому, что мы становимся примером для своих партнеров, это является определяющим, определяет ваш бизнес. Поэтому делаем выбор и останавливаемся на правильной точке зрения, которая присуща вам. И хорошо, если это совпадает с политикой компании, тогда вы правильное направление. Это очень важный момент. Любовь. Сила любви это сила форевр. Вы это слышали много раз. Любовь это искреннее чувство, которое мы делимся со своим партнером, для того, чтобы он почувствовал то же самое, смог передать третьему человеку вот эту вот искру. Очень многие люди приходят в бизнес не только из-за денег, но и ради вот этих вещей. Очень важных вещей. Поэтому сила форевр это сила любви. вы это слышали, чувствовали. И мы благодарим Рекса за его любовь, за то, что он сделал для всех нас, за его наследие. Авантюризм. Кто понимает, что такое авантюрист? Кто авантюрист? В чем? Да? Авантюрист есть вещи, когда мы делаем что-то, то, что выходит из ряда обыденных вещей. Кто-то садится на мотоцикл, кто-то летит на самолете, кто-то выходит и не боится быть белой обороной, не боится сказать, что у меня есть бизнес-возможность, которая может быть тебе понравится. Почему нет? То есть мы делимся возможностью, и за то авантюризм это важнейший качество, потому что все вы, сидящие в этом зале, вы так или иначе авантюристы, потому что вы пришли в сферу, которая за гранью чего-то обыденного, чего-то ординарного, я бы сказал. Будьте авантюристами, будем брать риск. Амбиции. Кто амбициозный человек? А кто готов стать еще более амбициозным? И кто потом еще на эти амбиции? То есть целься в Луну, целься в Солнце, проводишь в Луну. Это то, что нами движет. Ребята, если у нас будут цели, которые достойны того, чтобы мы делали и вкладывали в наше движение, у нас тогда будет результат. Страсть. Все, что мы делаем и в нашем бизнесе. Давайте делать со страстью. Страсть для Рекса, для Грега, это то, что мы делаем не просто потому, что это надо, а потому, что мы хотим. И потому, что нами движут какие-то внутренние порывы, которые не дают нам возможности делать это спокойно. Мы это делаем страстно. Тогда люди это чувствуют, если мы со страстью рассказываем о нашей бизнес-возможности, о продукте, а об этом это передается. Это как вирус такой, который мы заражаем других людей. Представляй то, о чем другие даже не смогли отмечтать, и ты станешь тем, что веришь. Видение. Видение. Когда-то есть дал и бурекс, но видение у нас у каждого свое. Мы движемся к своей цели, и от того, куда вы движете, зависит ваше, наверное, течение. Подумайте об этом. Эти вещи, которые присущи всем лидерам. И Грег как раз говорил на последнем встрече, на глобальном прайле, и на Eagle Manager, вот эти вот аспекты, которые очень важны. Концентрация. Обстоятельность определяет начало пути, куда идти решать вам. Мы должны выбрать главные вещи. У нас все время что-то нас выводит от главного пути. Нам говорят, что нет, это не то, важно другое. Вот это, но от того, чтобы вы видите важное решение и начнете концентрироваться на важных вещах, дает вам правильный путь и правильный вектор. Ну и наследие. Наследие у каждого свое понимание, но наследие, которое создал Рекс, который передал его Грегу, который мы с вами создаем и хотим передать своим детям, это наследие, которое заслуживает того, чтобы мы это делали качественно, правильно и гордились. Потому что невероятные 40 лет истории, которые прошли до сих пор, создают нам основу, чтобы мы смотрели с уверенностью на следующие 40 лет. И 40 лет они должны быть еще более успешные, еще более интересные, еще более зажигательные, чем у нас были. И это замечательно. Если мы прошли 40 лет, то мы можем пройти еще 400. Давайте думать о следующих 40, для того, чтобы мы позитив. Улыбайтесь позитивно. Мы можем, Володя сегодня говорил, да, мы можем говорить, если у вас нет настроения сегодня, лучше сегодня замолчать, но позитивные вещи. Мы не можем говорить людям о негативе. Мы не можем негатив, он быстрее воспринимается, но он не несет ничего позитивного и созидательного. Не только вы хотите что-то создать, вы должны перейти на новую энергию, на позитив, потому что выходя с негативом, на нем же и остаться. Если вы хотите запороть свой бизнес и сделать так, чтобы он не вырос, расскажите что-то очень негативное вот отсюда, и вы сразу же окажетесь с половиной бизнеса. Хотите еще его уменьшить, раскрыть опять какой-нибудь негатив и наоборот. Хотите позитив, хотите увеличить бизнес, дарите позитив людям. Это принципиальная основа бизнеса и помните об этом всегда, когда вы говорите что-то, какая-то информация выходит от вас, она попадает в уши, которые слева, справа от вас. Это очень важно. Концентрируйтесь на правильных вещах и, конечно же, на позитиве, потому что негатива у нас и без этого хватает. Командная работа. Хочешь идти быстро, иди сам. Если зайти далеко, это команда. Можно строить бизнес в одиночку, можно иметь деньги, можно достигнуть чего-то, ну, небольшие деньги, то есть стать лидером и поехать на глобальный район, просто в одиночку и верно, и прочее. Это команда помогает себе, помогает рядом вашему окружению, помогает себе. То есть вы это понимаете. Поэтому старайтесь не запретать велосипед. Есть обучающая система, есть спонсоры, есть люди, которые уже прошли отродированный путь. Возьмите этот опыт. У нас будет летний лагерь, мы сегодня говорили с лидером, который мы приглашаем всех вас. Мы будем проводить там обучение о том, как же строить системный бизнес. Но это у нас тоже будут другие тренинги. Но там мы сделали специальный такой тренинг. Командная работа является ключевой фактором успеха в нашем бизнесе. Если мы хотим достичь далеких целей, мы должны работать в команде. Да или нет? Да. Кто с этим согласен? Кто думает, что можно в одиночку достичь, чем угодно? Есть такие? И 40 лет это забородка от того, что вот у нас есть. И я скажу, что наследие, которое нам подарили, это та гарантия, которая нам дана силой Всевышнего. И давайте оценить то, что у нас есть. Поэтому, чтобы ваши мечты осуществились, чтобы у вас было хорошее здоровье и долгих лет. И помните, что день успеха это важнейший инструмент. В следующий раз давайте приведем не одного, а двух партнеров, чтобы мы были в этом зале, у нас было очень много людей. Станьте лидерами. Спасибо. Спасибо.